Есть Россия, как и верит в себе правящая элита, или та элита, которая полагает себя победившей в ходе последней 20-летней буржуазной революции в России, успешной. Мнения, которые выражаются в крайне вульгарном, то не там, допустим, как мнение Сергея Полонского, если у человека нет миллиарда долларов, то с ним не о чем разговаривать, такой спекулянт недвижимостью. Или как недавно, вот я прочитал в статье Юрия Васильевича Крупнова, как Ксения Собчак сказала, что Россия стала страной генетического отребия. И таким людям, конечно, Россия для них это скорее абуза, потому что для значительной части тех, кто считается успешным сегодня в российских мегаполисах, а такого рода элита – это в основном часть населения мегаполисов, для них их успех – это слияние, сочетание с благопристойным, как они это называют, миром. Благопристойный мир – это прежде всего комфортный мир Запада. Это мир хороших отелей, кредитов, фондов, где можно зарабатывать деньги, ничего не производя за счет продажи, переоценки и так далее, выставление разного рода ценных бумаг, производство бумаг на бумаге – обязательство на обязательство. Поэтому для них страна, о которой вы говорите с такой болью, страна, где есть какая-то армия, где есть индустриализация, где есть неокр, где есть транзитные пути, где есть, не знаю, там природа и экология, где есть, в конце концов, незнайка тот же самый, реальный незнайка, это какая-то странная концептуальная абуза, которая им всегда ставит вину, когда они приезжают в Лондон, в Нью-Йорк или в Париж, где страна, где есть какие-то пенсионеры, где есть какие-то школьники, здесь какой-то Кавказ, где есть какой-то Урал, где есть, не знаю, какая-то Сибирь, которыми надо заниматься. Но гораздо выгоднее деньги, которые у тебя на руках, деньги, полученные от виртуальных операций, вложить не в достаточно проблемное развитие Сибири, а, допустим, в тот же самый Шанхай или в тот же самый Токио, или, если получится, если повезет, в ту же самую Калифорнию или Флориду, или что-нибудь еще такое. Но, в конце концов, даже в Малайзию, где через институты, которые дают им прибыль. Поэтому первый образ России, имидж России, смысл России, смысл тех, кто контролирует политические тренды, кто выступает с докладами, подобными докладу Иенсора, например, кто сейчас, как я слышал, хочет посылать российских курсантов учиться в американские военные училища, закрыв российские военные училища, кто хочет полностью переформатировать, переформулировать Россию, сделав ее, наконец-то, частью Запада, Западной Европы. Что на протяжении 200 лет, если не больше, было мечтой правящих элит со времен Голицына, любовника Софии, это был первый человек, который выставил, безусловно, абсолютно западнический тренд русской истории. С тех пор русская элита, правящая, всегда была недовольна страной. Страна всегда была какая-то не такая. Она была слишком православная, она не по греческим правилам крестилась, потом не одевалась по голландскому стандарту, потом не говорила на французском языке, потом не говорила на немецком языке, потом была недостаточно индустриализованной, потом была недостаточно марксистской, потом была недостаточно антисоветской. Страна всегда не устраивает правящие элиты, к сожалению. Поэтому главная задача смысла страны – это, собственно говоря, обретение того политического, социального, исторического субъекта, оформление его, который говорит от имени России. Кто говорит от имени России? Экспертное сообщество. Ксения Собчак, да хоть она на тебя оденет 500 маек с портретами Путина, когда она ездит к Саакашвили делать с ним интервью, она от этого не изменится. Она считает русский народ генетическим отребьем населения России. Вообще-то существует 282-я статья о сжигании национально-религиозной ненависти для таких высказываний. И эта статья применяется очень охотно по отношению к людям, которые гораздо менее жестко высказываются о межнациональных проблемах в нашей стране. Поэтому мне кажется, что без постулирования политического взгляда, это вот моя личная позиция, как Максима Шевченко, без постулирования политического образа того, что мы хотим видеть с нашим народом или с нашими народами, все эти разговоры о смыслах и записке, которые можно куда-либо подать, они будут напрасны. И опыт борьбы за Экспо-2010, он меня тоже многому научил. Никому ничего не надо. В этом беда. Надо таким энтузиастам, которые там, не знаю, работают, занимают какие-то должности, но на высшем уровне сознание ресторана «Царская охота», который сегодня является местом главного креативного действия по отношению к будущему страны, это сознание жить, как они говорят, по-человечески. Зачем тогда мы, зачем вся остальная страна? И в этом главная проблема. С этой точки зрения русский павильон, который я видел там, это, собственно говоря, сознание элитного российского шоу-бизнеса, который просто очень хорошо должен приниматься там, где он принимается. Рублевка «Хиллз», Рублевка «Даймондс», где это все, конечно, пройдет на... Это абсолютно соответствует их представлению о мире и о реальности. Это не соответствует вашему представлению о мире и о реальности, моему представлению о мире и о реальности. Но мы совершенно два разных мира. Абсолютно два разных мира. Так же, как между петербургской монархией, между царским селом 16-го года и, условно говоря, русской деревней, которая посылала пушечное мясо в Галицийские поля, не было ничего общего практически к 16-му году. Этот кризис проявился до конца. Так же и сегодня у нас нет у каждого вменяемого человека ничего общего с теми космополитическими обитателями, которые сегодня заказывают и проектируют смыслы так называемой России, которая к нашей России не имеет опять-таки ничего общего. Поэтому они выпускают доклады, где обсуждается Кавказ, а отделяется Кавказ. Просто технологически. Мне кажется, что на самом деле власть сейчас находится на перепуте. Я не абсолютно безнадежно смотрю на ситуацию, потому что я знаю, что ведется дискуссия и ведется достаточно серьезная борьба о путях. Этот вектор неопределен, он не безусловен. И во власти есть люди, которые, безусловно, задумываются о будущем страны и связывают свою судьбу и судьбу своих детей, судьбу своих, самих себя, смыслы свои с Россией. Поэтому борьба идет сейчас не за смыслы России, а за то, чтобы, мне кажется, та или иная партия, тренд, который так или иначе связан со страной, одержал победу в этом. Альтернатива простая. Россия исчезает, распадается, и правящая элита живет и благоденствует. Народ выживает так же, как сегодня выживает народ Средней Азии. Это наши бывшие советские граждане. Кто хочет посмотреть на будущее России, сидите в Средней Азии. В прошлом году Гульнара Каримова приглашала меня на неделю моды в Ташкент. В Ташкент, рядом с которым в Андижанской области и в Оржской области вырезают людей, сжигая их живьем. Вместе с тем в Ташкенте, в том микромире, в котором я участвовал, был концерт Стинга, были руководители фирмы Шопар, был гламур высшего уровня и высшего качества, лились дорогие вина и коньяки. На фоне Аалайского базара, на который я пошел, на который приезжают бедные таджики и узбеки из кишлаков, которые реально находятся на уровне голода. Правящей элите наплевать на свой народ. В этом проблема. В этом главная проблема, в том числе и смыслополагания. Вот это та инвектива, которую я хотел бы сказать, для того, чтобы несколько перешли, в том числе и к реальной ситуации.